В Югре могут внедрить практику наставничества над наркозависимыми, прошедшими реабилитацию. Инициативу обсудили сегодня в Сургутской администрации, где Наталья Комарова встретилась с общественниками. Губернатор отметила, что в Югре на днях начнут курировать совершеннолетних сирот, и по такой же схеме можно будет помогать и другим группам, нуждающихся в помощи. Своё видение вопроса озвучили и представители реабилитационных центров. Общественники из организации «Чистый путь» предложили сделать факт трудоустройства показателем успешной реабилитации. Но важно лишь направлять нуждающихся, а не водить за руку, отметили специалисты. Сами граждане, прошедшие курс реабилитации, хотели бы, чтобы наставники, а ещё лучше целые кабинеты скорой психологической помощи, находились, например, прямо на рабочих местах. Когда я в реабилитации, выхожу с реабилитации, это как слепой котёнок. Есть планы мечты, я сейчас то-то буду делать, но когда я ухожу в реальность, этого ничего особо нет. Если нет крупной поддержки, как насчёт кабинета, постреабилитационный кабинет, чтобы это всё было как-то организовано и объединено в плане, идёт реабилитация, адаптация, социализация. В июне в Ханты-Мансийске состоится второй окружной форум «Югра-молодёжная». Одну из рабочих площадок полностью посвятят вопросам борьбы с наркоманией, сообщила губернатор на заседании окружной антинаркотической комиссии. На тематической встрече в Сургутской администрации собрались ведущие врачи, чиновники, руководители крупных учреждений. В режиме видеоконференц-связи присоединились и другие города Югры. Все они делились лучшими практиками достижения успеха в выявлении наркозависимых и их последующей реабилитации. Глава региона призвала собравшихся улучшить координацию друг с другом по данным вопросам. Глава государства акцентировал внимание на необходимости совершенствования системы профилактики наркомании с использованием современных методик выявления наркозависимых на ранних стадиях, в качественном лечении и реабилитации больных. Продолжение следует...